Привет всем, с вами ваша Силва Баттфлайк, серебряная бабочка. Сейчас я побрызгаю с ароматом от Фрэнсика, Фрэнсиса Кракеджана, Фрэнсика нашего, Фрундика Кракеджана. Я делала видео про него, это Ле Оле Рос. Кто хочет подробностей, смотрите в отдельном видео. Я просто хочу побольше попользоваться, чтобы у меня создала память на этот аромат. Но я его знаю, он очень хорош. Так уж мне хочется пахнуть розочкой. Вообще, люблю таких женщин розочкой. Кайф! Вообще, я видела несколько обзоров в англоговорящем комьюнити. Про этот аромат. В русскоговорящем комьюнити я ни у кого не видела, кроме как у себя. И я теперь буду делать много роз. То есть у меня столько роз, но я их забываю. Я буду их комбинировать. Иногда буду делать современную розу с классической или вообще винтажной. Если, конечно, у меня до этого дойдут руки. Потому что я в связи с этими событиями начинаю зашиваться. И стоит ли этого сидеть до трёх ночи, переводить с русского на английский и обратно. Там у меня не печатает русский текст. Советы приклеить этикетки мне не нужно, потому что я уже это проходила. Это мне не подходит. Тем более, что я печатаю на английском намного быстрее сейчас, чем на русском уже. А мы сегодня разберём мои флайеры, чтобы я от них избавилась. И всё. Потому что лежат, вроде такая классная вещица, да, но что толку. Просто мне вот эти нравятся всякие виды девушек. Вот смотрите, вот это мне напоминает одного блогера, блондинка из Токио. Если кто-то смотрит блондинка из Токио, очень советую. Я смотрю этого блогера уже давно и восхищаюсь одним. Вот у неё утончённый вкус и умение как-то вот так вот располагать, что ты начинаешь почти что засыпать, но в хорошем смысле слова. Так. Вот ещё. Элизабет Арден, Red Door. Это у меня духи. Не, ну это я оставлю, потому что всё-таки духи, это всё-таки реклама. И... Ой, как пахнула конкретно Элизабет Арден. Что касается этого бренда, я его немножко не то что недолюбливаю, нет. Кое-что есть, как вот оригинал Пятая Веню и Зелёный чай. Но остальное... Вот мимо. Один блогер там нахваливает... Супер нахваливает этот бренд. Вот именно в каком-то конкретном парфюме. И хвалится, что все парфюмы в стоках ушли с полок, как только она об этом сказала. Ну-ну. Этот парфюм никому не нужен, стоит здесь в Торонто, и никто его не берёт. Я его тысячу раз нюхала, никак не могу к нему приноровиться. Может быть, купить всё-таки для обзора. Но это уже будет после коронавируса. Ой, зачем я это сказала? Далее. Вот такая вот картинка. Мне она очень нравилась. Я думала сделать коллаж. Когда вот я буду всё это делать, в итоге я это выкину. Хотя тут мой любимый Modern Muse Le Rouge. А у меня красный вот этот Modern Muse, в которой пластиночка. Далее. Что тут у меня? Коктейль пати. Это меня пригласили на коктейль. Но он уже пошёл, между прочим, с ойстерами в крутом ресторане. Не помню, то ли я пошла, то ли нет. Это для подружек я оставила. По-моему, я была. Два года назад. Clinique Bonus. Опять же, расскажите мне ваше отношение к Clinique. Кто-то его безумно любит. А я никак не могу понять. Вот у меня были вот такие вот. И вот такие вот. Они каждый раз скатывались на лице. То ли мне полностью не подходит этот бренд. Что касается помады, ну помада и помада. Что касается туши, ну тушь и тушь. Но с другой стороны, почему всё так дорого стоит для такого обычного бренда? Зато красивые картинки. Я люблю вот такое вот всё красочное. Так. Это уже сто процентов идёт. У меня в Recycling. French World Cafe. А, это я в каком-то была кафе. Хотела вам рассказать, но не успела. Вот, смотрите. Я уже скучаю. Я хочу в кафе посидеть, посмотреть на людей, посмотреть в окно. Но, знаете, такое песни. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там девушка рассказывает о себе в таком ритме, что она сидит в кафе, смотрит за людьми. Кто-то поправляет чулок, кто-то открывает зонтик. И жизнь течёт своим чередом. Canadian Designer Shopping Weekend. Просто показать картинку канатки. Но уже она мне не нужна. Выкидываю. Это я оставлю, потому что это же флайер для Givenchy, моего любимого бренда. У кого есть, кстати, Life Irresistible. И это вот эта персиковая версия, по-моему. Понюхаю. Немножко пахнет, но опять, вот этот конкретный Irresistible, да, у него, у Givenchy, вернее, оказался не очень таким уж успешным по сравнению с другими линейками. Оставлю для истории, потому что это не так много места займёт. Лориай Fashion Week. Просто мне такая понравилась открыточка. Её можно, кстати, подписать и кому-нибудь послать. Выкинуть или оставить? Выкинуть или оставить? Ладно, оставлю. Хотя подписывать я, наверное, не буду никому. Ой, какая прелесть. Джон Варвейтис. Я знаю все четыре. Они мужские. Самый мой любимый. Это вот этот вот. Винтаж. И вот этот, который плетёный, как будто бы вот коньячный, но светлый. И здесь идёт картинка. Смотрите, красавец, мужчина такой. Арамис. Не дать, не взять. Вот он. Dark Rebel. Вот ещё. Dark Rebel. Смотрю, значит, в одном из комментаторов, то есть у одного из блогеров, так сказать. Не буду говорить какого, потому что тот блогер меня в упор не замечает. Почему я должна замечать? То есть говорить об этом конкретно. Ну, скажу одно. Вот парфюм. Всё, она хвалится. Где-то там она купила за 20 долларов или за 30. Нет таких цен. Нету. Этот парфюм стоит в магазине в нашем 68 или там 80 долларов, если большой бутылёк. Вот такие цены. Где 20-30? Это если онлайн, если ты покупаешь сразу пачками всё. Может быть, но я не уверена. То есть информация такая ещё себе. То есть канадских долларов или долларов США, это тоже большая разница. Если она говорит 30 долларов США, то это уже почти 45 канадских. Если она говорит 20 долларов США, то это уже почти 30, ну там 25-30 канадских. Так что всё это нужно делить на свою валюту. И опять же, как доставать. Ланком. О, вот это Кейт Винслетт. В блондинку покрасилась, которая в Титанике играла. Ей идёт. Я даже забыла эту открыточку. Но вам я покажу. 36 долларов нужно взять, чтобы тебе дали вот такой подарок. Сейчас уже, по-моему, такого нету. Сейчас уже намного взлетели цены, и они больше не будут такое показывать. Hold Renfrew first. Господи, зачем я сказала? Ладно, вот. Миха. Тоже это, это invitation, то есть это прошло уже событие давно, а я держу чему-то. Я против натуральных мехов, хотя когда-то было всё нормально. В России это как бы принято. Вот Sea Lounge Whisky Bar, в котором мы ходили с подружкой, видите, вот эти хрустальные люстры, они висят наискосок. И когда я бегала за конфетами, я пробегала мимо вот этого бара. И там висит табличка, ни денег, ни алкоголя нет, так что грабить нечего. То есть там ничего не заколочено, ничего, ну просто так. Информация для размышления, что бомжи читать умеют, взламывать не будут. Так, что тут ещё? Будут не всё показывать, но выборочно. Ой, рисунок моей дочки. Ну, конечно, я это, это я не выкину, я не смогу, у меня душа это не разрешит. Да, она мне рисовала. О, Sauvage with Johnny Depp. Ну, этого я тоже не могу выкинуть, как же, как же. Я, кстати, сделала видео и до сих пор не поставила, потому что как-то я себе там не понравилось, не понравилось, как мне мой муж отвечал. Ну, в итоге вот стоит неопубликованная. О, Дона Керен. Вот в таком и в таком. Ночь и день. И вот так. Кто любит бренд Доран Керен? У меня вот это вот только вот с мимозой, с этим, с гиацинтом было. Потом, что ещё? Вот этот голд. Нет, не гиацинт, фрук голд, золото и ещё что-то. Живанши Далия Дивин. Вот это я оставлю. У вас у кого-нибудь есть Далия? И какая из них вам самая подходит? Мне, естественно, больше всего понравилась, которая Eau de Parfum. И, по-моему, у них ещё есть Intense. Так, это у меня уже два Resistable. Я могу кому-то подарить. А это магазин, смотрите, в стиле кого? В стиле плакатов. Во времена Маяковского. Вот у меня ещё есть Prada. Мужская. Я делала вам обзор. Кстати, надо откопать. Вот он. Откапываем аж три штуки. Это я тоже вам делала Дарлей. Я вот сейчас вот уверена, что я не смогу откопать это, хотя было очень интересно. Так. Джо Малон. Так, оставлю пока. Вот Sephora. Или Sephora. Как сделать смоки айс. Я сама знаю, как мне сделать смоки айс. Я сделаю какие хочешь айс. То есть, какие хочешь глаза. Выкину. Майкл Корс. Вот. Оставлю, конечно. Потому что здесь все три запаха. Золотой, серебряный и вот этот медный. И у меня была возможность купить это за копейки. Я не купила. Теперь я себя пинаю. Там больше нет. В этом деле главное не задумываться. Если видишь, что же супер дешево, надо брать. Иначе потом прибежишь. Дураков нет. Это у меня Рожей Энгалей. Все палетки вкусовые на парфюмы этого бренда. Причем так кратко. По делу я оставлю. Так. Что тут? Там закончилось. Я быстро покажу вот этот последний флайер. Если что, пока-пока. Это у нас Джо Малон из давней линейки. Блаш Суэйт и Пион. То есть, Пион и Замша. Целая страница. До сих пор пахнет. Ну, пахнет Замша и Пионом. А что вы ожидали? Так. Ну все. Остальное покажу в следующий раз. Всем всего самого хорошего. Пока-пока. С вами была Силва Батафлай. Серебряная бабочка. Вот такой вот сампл на блотере. Такого больше не делают. Наверное, им это стало невыгодно. Далия Нуар от Туалет. Это была маленькая приписка. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...